Добрый вечер, дамы и господа. Меня зовут Василий. За кадром мне, как всегда, помогает Евграф. Мы готовим коктейли для Един ТВ. И сегодня мы готовим Май-Тай. Известный классический коктейль. Придуман очень давно, хотя в классическую барменскую классификацию включен только в 87-м, если не ошибаюсь, году. Наиболее популярной версией считается та, в котором коктейль придуман в 44-м году. Его авторство приписывает себе бармен Трейдер Вик, у которого была сеть целых баров в тихоокеанском стиле. И он постоянно придумал какие-то коктейли, которые были завязаны на свежевыжатых соках, вот всякие такие штуки. И когда он в очередной раз колдовал над одним из коктейлей, к нему, по легенде, пришли гости, которые недавно вернулись с Таити. И когда он дал им попробовать этот коктейль, они воскликнули что-то типа Май-Тай А-А-Ро, как-то вот так вот. Собственно, я просто титянский забыл язык уже. Что в переводе обозначает типа хорошо или божественно, как-то много там всяких вариаций. Ну, в общем, вот как-то вот так вот. В изначальном рецепте этого коктейля присутствовало несколько видов рома и ликер Куарасау. Это апельсиновый ликер. Выглядит вот так вот, синенький такой. Очень многие видели, много в какие коктейли добавляется. Но сейчас при приготовлении классического Май-Тая используется тоже апельсиновый, но бесцветный ликер. Это Трипл Сек или Куантро, который мы все любим и знаем. Помимо этого, особую изюминку добавляют этому коктейлю миндальный ликер или миндальный сироп, что вы найдете в своем домашнем баре. Почему я говорю, что вы найдете? Потому что великое множество разночтений этого коктейля существует. Я видел не раз барные карты, в которых существовало два, три или более Май-Таев. То есть ты можешь прям выбрать по списку. Мы сегодня будем готовить классическую версию этого коктейля. Этот коктейль на самом деле является достаточно крепким. Когда я работал в баре, гости просили меня приготовить им что-нибудь крепко, алкогольное, чтобы алкоголь не чувствовался. Это, кстати, забавная тенденция. Подходит пьяный человек, я говорю, а можно мне что-нибудь выпить, чтобы протрезветь, или а можно мне что-нибудь очень крепкое, алкогольное, но чтобы алкоголь не чувствовался, потому что я хочу девочку там напоить. Все вот хотят, чтобы можно было усандалиться, но при этом, чтобы это пилось как Кока-Кола. В таких случаях на самом деле выход есть, в том числе это Май-Тай. В нем настолько не чувствуется алкоголь, что я обычно при приготовлении этого коктейля показывал гостю, налив алкоголь, сколько там содержится алкоголя, и потом добавлял немножко сока. И они пробовали так и говорили... Если этого не видели, они говорили так... А здесь есть алкоголь вообще? Вот, такой вот достаточно уникальный коктейль. Подается в Хайболе преимущественно. Охладим его немножечко льдом. Нам понадобятся шейкеры, естественно. Мы тоже, естественно, наполняем его льдом. Начнем сразу, естественно, с алкоголя. Это три вида рома. Белый, золотой и черный. Золотой. Черный. Белый. Апельсиновый бесцветный ликер Куантро. Чуть-чуть меньше, чем ромов. Ромов примерно поровну. И миндальный ликер Амаретто. Сам по себе достаточно вкусный ликер. С ним множество коктейлей приобретают, ну, такой необычный, изысканный вкус. Из алкоголя это все. И добавляем немного сиропа. Я рекомендую вам карамельный. Вот обратите внимание, насколько мало всего остального, кроме алкоголя. Вот это все, как я уже сказал, только алкоголь. Теперь мы добавляем немножко сока. Есть куча всяких вариантов, какие соки добавлять. Но чаще всего берется апельсиновый и ананасовый. И, естественно, рекомендуется свежевыжатый. Нам просто лень делать свежевыжатый, поэтому мы добавим просто апельсиновый и ананасовый. Собственно, коктейль готов. Я возьму пробу, с вашего позволения. Он прекрасен, как всегда. И действительно, такое ощущение, что в нем либо нет алкоголя вообще, либо его очень мало. Так как это классический такой тропический коктейль, мы, естественно, сделаем его похожим на тропический. Натыкаем туда всяческих зонтиков. Ну и правила хорошего тона, конечно же, чтобы он подавался украшенный фруктами, ананасами, апельсинами, зонтиками, зубочистками. Еще его можно в ананасе сделать. В дыне я пробовал как-то. Очень неплохо. Отведайте Евграф. У нас прекрасный май-тай. И воскликните. Май-тай! Что скажете? Офигенно. Чувствуется большое количество алкоголя? Ни хрена не чувствуется. Чувствуется такое все фруктовенькое. Вот и гости так всегда говорят. Что ты мне сделал? Они вот так вот стоят обычно и говорят. Безухой. Обросил покрепче, нормально. Ты че мне? А че так дорого? Один из самых дорогих коктейлей в Америке, говорят, порядка 7 долларов стоит. Потому что, ну, как бы, куча всяких ингредиентов. И три вида рома, и куан-тро. И при этом такой достаточно легкий фруктовый прекрасный вкус. Если вдруг накопите дома такое количество алкоголя, вы молодец. Попробуйте обязательно май-тай. Есть другие разновидности. Конечно, вот черный ром все-таки желательно добавлять. От какого-нибудь еще, типа от белого или от золотого, ну, чисто теоретически можно отказаться. Не стоит отказываться от Амаретто. Можно заменить ликер на, там, сироп, допустим, миндальный. Да, это можно сделать. Но, в общем и целом, покопайтесь в рецептах. Их огромное количество в интернетах, на просторах сети. Но смотрите только нас. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, в Ютьюбе, в Фейсбуке. Оставляйте комментарии и продолжайте пить. Только с умом, господа. Всего доброго. Что еще интересного можно сказать про него? А, ну, еще одну версию. Да, я что-то глупенькую-то говорю. Я хотел просто сказать интересно и забыл тут же прям. Хотел и забыл. В этом можно отдать ему должное, потому что его рецепт был такой, более полный. И там не было криков май-тай и так далее. Что кто-то там было придумано, кем-то, что кто-то сказал. Что-то я запутался в словах уже вообще. Давай, говори, повтори фразу.